Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться больше с молодыми хозяйками, как можно сохранить ягоды калины на зиму. Вот у меня в миске веточки с ягодами калины. Я срывала уже эту калину, когда было холодно и были уже первые заморозки. И вот теперь мне нужно переработать эти ягодки, чтобы сохранить их на зиму. Все мы знаем, что ягоды калины богаты витамином С, а значит могут быть очень полезными при простудных заболеваниях зимой, при заболеваниях верхних дыхательных путей, при танзелитах, бронхитах, а также при воспалении легких. Так как же сохранить эти очень полезные ягоды на зиму? Мне нужно в мисочку оборвать эти ягоды. И сейчас я этим займусь. Вот такая немножко кропотливая работа. Но это того стоит, чтобы запастись этой целебной ягодой. Эта ягода богата пектином и дубильными веществами, которые помогают в работе желудочно-кишечного тракта. А также эта ягодка богата витаминами, минеральными веществами, которые помогают улучшить настроение, избавиться от стрессов и даже лечит депрессию. Эти целебные ягоды способны снижать давление, а значит они полезны гипертоникам. Но у кого пониженное давление, нужно относиться очень осторожно, так как ягоды эти могут еще понизить больше давления. Предварительно веточки с ягодами я помыла и только после этого стала отбирать. Но потом я еще раз промою уже отдельно ягодки и обязательно просушу их. Отделила ягодки от веточек и вот столько у меня получилось отходов. Теперь нужно еще раз полоснуть ягодки. Высыпаю их и промываю. Вот еще водичка непрозрачная. Значит такая у нас грязная калина оказывается. Значит еще нужно промыть, пока не будет чистая вода. Еще раз промываю. Теперь я воду эту заливаю. Ставлю в мисочку, чтобы полностью стекла вода. Нам надо, чтобы ягодки были как можно суше. Тогда они лучше сохранятся на зиму. Ягоды постояли несколько часов и вот сколько воды сбежало. Теперь я расстелю силиконовый коврик. Выложу на него марлю в четыре слоя. И высыплю сюда ягодки, чтобы марля еще впитала влагу, чтобы забрала лишнюю влагу с ягод. Чем меньше влаги, тем лучше сохранятся наши ягодки. Марлю я заворачиваю с двух сторон и вот так как бы промокаю. И вот марлечка уже стала влажная, то есть лишняя влага уже ушла у нас. Вот ее забрала марля. Все, теперь эти ягодки можно высыпать в миску. В мисочке килограмм ягод. А здесь у меня килограмм сахарного песка. Я засыпаю ягоды. Постепенно. И начинаю вот такой толкушечкой их аккуратно так вот приминать. Чтобы ягоды размялись и пустили сок. Высыпаю еще сахар. Продолжаю разминать. Высыпаю оставшийся сахар. Ягоды пустили сок. И теперь я буду растирать деревянной ложкой. Постепенно, постепенно. Пока разомну все ягодки. И пока хорошо не растворится сахар. Ягодки уже почти все раздоблены. Нужно, чтобы как можно больше растворился сахар. Чтобы сахар растворился, надо все ягоды подавить, чтобы было больше сок. Теперь в чистые стерильные банки я буду раскладывать ягодки. А если протереть через марлю или через сито, вот эту массу все, значит получится желе. Вот можно такой крышечкой закрутить. Или накрыть просто капроновой крышкой. Так как эта закрывачка у нас будет стоять в холоде. Я ее храню в холодильнике. Можно в погребе. Накрываю капроновой крышечкой. Получилось 3,5 литровые баночки и немного в пиалке. А теперь эти баночки нужно поставить в прохладное место. Или в холодильник, или в погреб. А зимой использовать. А на сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...